Всем привет! В этом видео мы поговорим, стоит ли переплачивать за дорогой масляный фильтр или можно ограничиться покупкой самого-самого дешевого. Меня зовут Антон Воронков и вы на канале MyGT.ru У вас всегда в вашем любимом магазине, даже в интернет-магазине, есть выбор, который состоит из покупки там 3-4 разновидностей одного и того же фильтра. Самый главный элемент фильтры это, конечно же, естественно, бумага. Производители фильтров бумагу сами не делают никогда. Всю бумагу для производителей фильтров делают производители бумаги, которых в мире на самом деле крупных, не так уж и много. Китайские производители и упаковщики, которых чаще всего мы встречали в нашем распиле, даже не просто покупают зачастую бумагу дешевую, а покупают уже готовые фильтрующие элементы, которые в Китае делают много предприятий. То есть есть предприятия, которые определенный тип и размеры фильтрующих элементов картриджи делают. Вот выглядит он примерно таким образом. Давайте я вам покажу. То есть есть завод, который клепает вот такие картриджи старуши. Производители фильтров, многие, тем более упаковщики, эти картриджи покупают, соответственно, и вставляют в свой фильтр. Мы с этим очень часто столкнулись на нашем распиле. Очень многие бренды, которые мы с вами рассмотрели, используют для своего производства, для внутренних своих один и тот же абсолютно картридж, внутренний старуш. Поэтому это очень распространенный момент. Китайские производители, которые делают эти картриджи, покупают бумагу, естественно, у местных производителей бумаги. В Китае есть один производитель крупный, самый крупный, вернее, он называется Теда. Он выпускает бумагу, плохую бумагу он выпускает, такую хреновастую немножко, но тем не менее, по каким-то, по крайней мере, стандартам он ее делает. Так вот, они покупают все бумагу практически у этого крупного производителя и используют для производства картриджи. А в свою очередь, картриджи покупают у них либо упаковщики, либо такие небольшие производители фильтрующих элементов, потому что делать фильтры – это выгодно. Фильтрующий элемент картридж можно купить за 50 рублей, а итоговое изделие продать за 200 рублей. При этом вы заработаете там сверхприбыль с этого, понимаете, да, разницу? То есть, просто вкладываясь в маркетинг, если сделаете красочную упаковку и правильно подойдете к рекламному бюджету. Так вот, в Китае также, естественно, есть производители бумаги другие, помимо Теда, само собой разумеется, но они делают совсем уж некачественную бумагу, очень плохую, абсолютно, которая не проходит ни по каким стандартам. Но, тем не менее, ее также покупают производители фильтров. Возможно, те, кто, ну, хочет либо совсем сделать дешевое изделие, либо те, кто только начинает, еще просто не знает, что именно брать и что использовать. Итак, производители недорогих брендов, часто даже переупаковщики закупают самые дешевые компоненты для своих изделий. Все для того, чтобы максимально снизить себестоимость продукта конечного. Используют самые дешевые компоненты, закупают их в Китае, либо в Корее. Покупают плохие противодренажные клапаны, которые не соответствуют стандартам. А про важность противодренажного клапана я уже рассказывал, для чего он нужен. Можно посмотреть в нашем первом фаспире с самого начала ролика. Что касается бумаги, либо картриджей. Если они покупают картриджи в Китае, то, как правило, в картриджи вставлен уже, ну, вернее, в монтирован перепускной, либо байпасный клапан. Важность которого, надеюсь, тоже уже не нужно его объяснять. Его функционал я также объяснял в первом ролике, который у вас был по распилу. Вот его параметры должны соответствовать требуемым параметрам. Иначе его присутствие в фильтрующем элементе просто фикция. Так вот, из 50 фильтров, которые мы с вами распилили, у 5 была обнаружена бумага, которая не соответствует вообще никаким стандартам. То есть, из такой бумаги делать фильтрующие элементы, фильтры нельзя. Это может привести к очень печальной последствии для вашего ДВС. Бумага была разрушена в процессе нашего водного эксперимента просто обычной водой. Причем не очень таким экстремальным воздействием. Любая бумага качественная должна быть сделана по технологии. Она прописана определенным составом смол. Эти смолы не дают бумаге разрушаться. И на весь период ее эксплуатации она остается в одном неизменном виде для того, чтобы функционировать. Та бумага, которую мы видели у этих 5 фильтров, она была сделана не то, что не по технологии. Это бумага, которую ни в коем случае нельзя использовать для производства подобных изделий. Это просто такую бумагу, я даже не знаю, что с ней можно посоветовать сделать этим производителям. Так вот, из 50 фильтров еще 35 фильтров были сделаны у нас из бумаги среднего качества. Однозначно, это либо китайская, либо бумага, карта уже готова, либо это бумага корейская, тоже некачественная. Она выдержала водное испытание, но опять же мы не слишком экстремальным его сделали. Но тем не менее, она все-таки размокла. У 35 фильтров бумага эта, она стала более подвижной. То есть, она потеряла свои свойства уже в течение первых 10 минут. Стала терять, вернее, она худо-бедно выдержала испытание, но тем не менее, такая бумага, она сделана тоже не по стандартам. И из 50 фильтров, которые мы с вами рассмотрели, только у 10 фильтрующих элементов был качественный противодренажный клапан. Сделанный из силиконовой резинной смеси, из сплава силикона с резиной, только у 10 из 50. У остальных 40 это был дубовый, дешевый, корейский, либо китайский противодренажный клапан, который встает к ковам при морозе. И который, соответственно, точно так же будет себя вести в реальных условиях, при реальных низких температурах, которые у нас очень часто встречаются в России, во многих регионах. Крупные именитые бренды, которые специализируются на производстве фильтров, очень много лет покупают бумагу только у именитых производителей бумаги. Соответственно, они покупают только качественную и дорогую бумагу. Хорошую, качественную и дорогую бумагу в мире делают всего несколько компаний. Это либо HV, транснациональная компания, которая во многих регионах мира существует, в том числе и в Китае, и в Европе, и везде, и в Америке. Это Malstorm, это японская Ava, ну и, пожалуй, всё. Там ещё есть парочка, но они уже такие небольшую роль играют в общем обороте. Вот, крупные бренды закупают только у них бумагу, эта бумага дорогая, но она соответствует всем абсолютно стандартам, которые должны быть применимы к подобного рода изделиям. Поэтому изделия в себестоимости получаются, конечно же, более дорогим, потому что бумага хорошая, качественная, она дорогая. То же самое с остальными составляющими, там металл, втулки, клей даже, который используют крупные производители, такие хорошие, используют там, хенкель-клей всегда практически во всех практически изделиях своих и так далее. То есть, что касается брендов, которые на рынке существуют уже много десятков лет, они всегда используют качественную бумагу. Все, да, это, ну, грубо говоря, там их кредо, их там стиль производства. Поэтому опасаться по поводу качества бумаги от старых именитых брендов, ну, по меньшей мере не стоит. И наш распил показал это наглядно, что так и есть на самом деле. Хотя я раньше в этом сам сомневался, но тем не менее после распила 60 уже фильтров, в М50 распилили С110 аналоги и оригинальный фильтр распилили, получается, с вами 10. После всех этих распилов я сам для себя лично понял, что все именитые бренды, все без исключения используют только бумагу премиального качества, которая совершенно никак не подвержена воздействию там влаги, разрушительной и так далее. То есть она абсолютно остается в том же самом состоянии, как и была до воздействия воды, той же самой, например. Я не говорю уже о воздействии экстремальной, которая оказывается в ДВС. Напомню, что мы с вами рассматриваем фильтры, фильтрующие элементы, которые сделаны из бумаги. Соответственно, бумага сделана из целлюлозы. Мы не рассматриваем синтетические масляные фильтры, фильтры сделаны на основе нанотехнологий. Такие тоже есть. Все фильтры, которые с вами распилили, все фильтрующие элементы этих фильтров сделаны из бумаги. За исключением одного фильтра, тойотовского, который был не похож на все остальные, но это уже там отдельная тема. Во многих регионах России экстремально холодные зимы. Топливо, которое вы покупаете, я надеюсь, не нужно объяснять, что на многих РЗС в России топливо не то, что некачественное, совсем некачественное. В нем много серы, мало того, что еще и там плюс половина системы таблицы Меделеева элементов присутствует. Пыли на дорогах в России очень много. Если сравнивать запыленность, например, то же самое Японии, Европа, Америки, Россия, ну, сами догадайтесь, где будет больше пыли присутствовать. Это все попадает в двигатель. Мало того, по маслу, так как я маслами занимаюсь сам, я уже очень много лет, сам знаю, что поддельным маслом встречаются очень многие покупатели. Соответственно, качество масла тоже оставляет желать лучшего. На подделок на рынке, ну, около половины всего присутствует из всех масел. Соответственно, все это не способствует тому, чтобы у нас в фильтру применялись те же самые требования, которым он должен соответствовать в Европе, в Японии или в Америке. У нас совершенно другая система. И все те стандарты, которые применимы производителями фильтрующих элементов для Японии, Европы, Америки, абсолютно неприемлемы для России. Абсолютно неприемлемы. У нас гораздо более все печально с этим. Поэтому фильтрующий элемент, который в Европе, в Америке или Японии рассчитан на 10-15 тысяч километров пробега, в России выдерживает от силы 6. Даже самый дорогой фильтрующий элемент, самый дорогой, который был у нас на распиле, больше 6 тысяч километров не выдержит силу того, что он просто-напросто тупо забьется полностью грязью. Как вы думаете, почему производители дорогой бумаги, такие именитые, вкладывают миллиардные инвестиции для того, чтобы сделать бумагу свою еще лучше? Потому что бумага фильтрующего элемента, она должна обладать огромным количеством параметров. Причем они такие достаточно компромиссные. Она должна пропускать, не разрушаться, и фильтровать правильно и так далее. Дешевая бумага этими параметрами не обладает. Она выполняет одну единственную функцию, но некоторое время она фильтрует, соответственно, и все. Что произойдет через 4 тысячи километров пробега с теми условиями, которые я вам выше перечислил? Бумага в худшем случае просто забьется грязью, соответственно, все масло будет у вас идти через байпасный или перепускной клапан в систему. В худшем случае бумага разорвется. Это бывает чрезвычайно редко, но микропорывы встречаются достаточно часто. То есть просто пора расширяется и пропускается масло уже нефильтрованное. Также очень часто верхняя и нижняя крышка вот этого фильтрующего картриджа, она отслаивается от клея и масло попадает через нее также. Во всех этих случаях масло попадает в систему нефильтрованным. В первом еще случае немаловажно то, чтобы перепускной клапан хотя бы открывался. А на китайских фильтрах, на многих, давление, которое необходимо для открытия, оно очень велико. И поэтому в системе может запросто начаться либо масляное голодание, либо ни к чему хорошему привести точно не может 100%. Поэтому 4000 километров это порог, который можно использовать те фильтры, 35 фильтров, которые мы с вами рассмотрели, сделанные из непремиального качества бумаги. В любом случае даже самая качественная и премиальная в уровне бумага, именно бумага, к 6000 при наших условиях она будет все равно забита. Конечно, в подавляющем большинстве вы этого и не ощутите. У вас в системе будет также циркулировать масло, продолжать. Но она будет поступать в систему либо через перепускной клапан, байпасный, дай бог, если он будет открываться при низком давлении, если он настроен так, либо через порывы в шторе фильтрующего элемента. В обоих случаях масло будет нефильтрованным, соответственно, это будет абразив, который будет разрушать ваш двигатель. И гарантированно капитальный ремонт двигателя придет к вам гораздо раньше, чем он пришел бы, или не пришел бы вообще, если вы бы использовали качественный фильтр, который соответствует всем стандартам. 6000 проехали, даже если вы не хотите принципиально при этом менять масло, обязательно замените фильтр хотя бы. Это очень немаловажный момент. Простят меня там масляные боги, но после вот этого вот распила большого, я сам для себя понял, что фильтрующий элемент является гораздо более важной деталью, и я поставил бы его на более высокое место, чем качество даже смазащих материалов. Потому что от фильтрующего элемента зависит то, как смазка будет в системе работать. Стоит ли брать элементы, в которых также используются бумажные фильтрующие элементы с целлюлозой, которые стоят свыше 600-700 рублей, либо, не дай бог, на 2000? Нет. Я считаю, что в этом абсолютно никакого смысла нет. Вообще никакого смысла нет. Потому что эти фильтрующие элементы, опять же, у наших реалий будут работать до 6000 километров. Наш Росфил показал, что вот те фильтры, которые мы с вами рассмотрели, которые сделаны из реальной качественной бумаги, брендированные, они стоят в пределах разумных, они не стоят дороже 400 рублей, 400, там край 400-450, в среднем, конечно, там есть несколько образцов, которые стоят чуть дороже, ну, в принципе, в пределах 400 рублей, вот из этой первой пятерки, можно выбрать очень достойный фильтр, который будет вам служить верой и правдой до 6000 километров стабильно. Средний по цене фильтры до 250 рублей, там от 170 до 250. Покупать можно, опять же, посмотрите таблицу с нашими результатами и сделайте для себя выводы. Эти фильтры можно использовать, не боясь, до 4000 километров вполне нормально. То есть, если вы меняете масло через там 4000 километров, ну, в крайнем случае, там, 4,5 используете качественное масло, то можно использовать и покупать эти фильтры. Самые дешевые масляные фильтры, можно ли покупать их? Выбор всегда за вами. Я, со своей стороны, постарался максимально вам все рассказать. Вы должны принять решение сами. Стоит ли экономия иногда в 100 рублей тех проблем, которые могут вас ожидать с двигателем в дальнейшем? Решать вам. Только вам, потому что за вас решить никто это не сможет. Я, как мог, постарался вам объяснить ситуацию. Те фильтры, которые у нас не выдержали испытания, я бы настоятельно не рекомендовал к использованию, даже если вы заменяете масло в течение там, ну, там, трех-четырех тысяч километров. Потому что использовать эти фильтры опасно просто для вашего ДВС. Все. Надеюсь, вам стало все понятно. Если будут какие-то вопросы, обязательно жду от вас обратной связи. Напомню, что второй большой распил будет у нас месяца через где-то два, наверное, примерно плюс-минус. А в ближайшее время мы распилим вот эти вот дорогущие, никому не нужные фильтры, которые также встречаются на рынке. Это будет ХКС, там, Грэди, Нисма и так далее. Ожидайте, это будет в ближайшие полторы недели, примерно две. С вами был Антон Воронков. Вы на канале MyGT.ru. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok